Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня, первая неделя после Пасхи, я решил записать специальное видео и прошу поэтому максимального репоста. Пасха прошла, и, как все мы знаем, что сразу после Пасхи распяли Христа. Сразу после Пасхи мне позвонил епископ мой брат, дорогой из Кемеров, Андрей Матюжов, у него составился суд. До Пасхи было заседание и после Пасхи. Судья слушал его проповеди, его обвиняли в том, что он взял интервью Алексея Ледяева, но я оставляю это все за скобками. Слушали, потому что, ну, как сказал Андрей, судья говорит, надо слушать. Он говорит, ну, ваш честь дела, еще проповедь мою послушаете. Поэтому слушали все. Это хорошо. Ну, сразу после Пасхи судья вынесло решение, оштрафовали его на 5000, но, как я понял, судья чувствовала себя не очень так. Так вот где-то попросила даже, сказала, вы обращайтесь в апелляцию, чтобы суд вынес решение, потому что для нас это дело тоже непонятное. Вот. На что епископ Андрей сказал ей, ваш честь, не беспокойтесь. Христа тоже после Пасхи распяли. И она задумалась, сказала, да, неудобно как-то вышло. Знаете, сразу после Пасхи и мне вынесли вердикт, уже в который раз меня отлучили. Моя родная ассоциация церквей «Слово жизни», из которой я вышел, в начале которой я стоял. Вот в Москве сейчас, в руководстве этой ассоциации, вы не найдете ни одного человека, кто был в самом начале создания ассоциации «Церквей веры» или ассоциации «Церквей слова жизни». Вот. Но меня вот вытолкнули они. В сентябре я написал заявление, я вышел с церковью. Вот. И они сейчас распространяют везде, уже на сайте РосКВЕ повесили мое отлучение, там, рейдерский захват церкви, начали массово тиражировать везде. И думаю, ну, хотя бы меня пригласили, послушали. Вот. Но все это делается, как вы понимаете, во всех этих закрытых старосистемных структурах, вот, эсэсовских таких, это все действует, все закрыто. Мне прислали уже 29-го числа письмо, там заседание, вот этот весь протокол управления этого, забавный документ. Но на сайте, на своем, на РосКВЕ они вывесили вот мое отлучение-исключение, просьбу не сообщаться, сейчас рассылают вообще, чтобы со мной никто не разговаривал, не общался. Я думаю, насколько нужно бояться меня, ну, человека из провинции, провинциального пастора, епископа, насколько нужно ненавидеть. Я понимаю, так же и Христа ненавидели все эти ученые из Иерусалима, все эти праведники, все эти фарисеи. Ну, может ли что-то быть из Назарета до оттуда хорошее? Может ли что-то из Калуги хорошее исходить? Я вот параллели провожу, они сами напрашиваются, знаете. Мешаю жить кому-то в Москве, говорят, а то и за нами придут, как Христу говорили. Поэтому лучше одного добивать. Ну, я говорил и буду говорить, что я вас не боюсь. Вот, поэтому я хочу сегодня для всех своих зрителей, для наших зрителей, вот, подпишитесь на канал, распространяйте видео. Еще раз прошу, особенно это, очень прошу, чтобы как можно больше людей увидели, увидели правду, которая есть, стоит за этим, за этими бумажками, которые они вот, ну, по-другому-то они не умеют больше. Только бумажками, только циркулярами, вот эта старая КГБшная система. Задавить бумажками, опорочить имя бумажками, по-другому они не умеют работать. Они не умеют вести диспуты, не умеют разговаривать по-честному, прямо, достойно лицо в лицо. Ну, и так, 28-го числа или 29-го они повесили вот это вот заседание правления Централизованной Религиозной Организации. Так, на сайте РосХВЕ, в почту, вот то, что они мне прислали, да, так и называется, заседание правления. 28-го оно прошло в Москве, пишут, всего человек 5 присутствовали Мацула Исхаэль, Сергей Викторович Мартюничев, Дмитрий Александрович Таранов. Геннадий Анатольевич Ершов, Кононов Данил Владимирович, Давыдов Владимир Александрович и Герд Эльмир Вакилович. Забавный документ, надо, наверное, опубликовать тоже. Они настолько спешили. Я думаю, что все это было по заказу РосХВЕ и лично Сергея Ореховского. Вот он так гоняет своих янычар, чтобы они резали всех неугодных ему. По-другому я сказать не могу. Вот, и самое забавное, что вот в этой спешке они написали, всего членов 5 человек, присутствовали семеро. И семеро голосовали, и семеро выносили вердикты все, потому что им нужно, видно, был кворум. Кворум найти не могли, поэтому я не знаю, пару человек, я несколько даже не знаю, что это за люди такие у них в правлении, в ассоциации. Ну, это бог с ними. В сентябре я вышел из этой ассоциации, я покончил с этим. Мы перерегистрили нашу церковь, как у нас была договоренность, я вынес из устава. И постепенно, потихонечку я начал наши церкви, которые входят в наше объединение, наше братство, вот, начал тоже их выводить. Что интересно, мне говорили, что на правлении РосХВЕ, однажды, братья, рассказали, что было правление, и человек, который участвовал в фальсификации выборов, начальствующего епископа, он закричал там, там человек 80-90 в интернете были, правление РосХВЕ, это по два человека ассоциации, 30 человек, 60, значит, плюс полпреды, плюс еще кто-то, плюс еще кто-то, там полно. И он предложил, это у него церкви еще есть в Кондрово и в других городах, давайте их заберем у него. На что уже там было такое негодование, сказали братья, ну, какое отношение ты к ним имеешь? Человек трудился, созидал. Я много где трудился с 91-го года. Мы насаждали церкви в Сибири, Томск, Кемерово, Новосибирск, Барнаул. Я трудился на юге, посылал ребят, они становились пасторами. Я нигде никого не контролировал, не курировал. У нас церкви сегодня по всей стране, церкви, в которой вот вместе мы идем в одном духе. Что касается Кондровской церкви, которую подняли, церковь прославления. В 99-м году я регистрировал, перерегистрировал уставы нашей Калужской общины тогда, слова жизни. И так как я много работал тогда с церковью в Абакане, с Русланом Николаевичем Белосевичем, мы решили две церкви в Тарусе и в Кондрово назвать церквями прославления, потому что Абаканская церковь называлась церковь прославления. Тогда шли разговоры о создании своей ассоциации, чтобы выйти из слова жизни и быть церквями прославления. Поэтому мы так их зарегистрировали. Никакого отношения не подписывал Таранов, тут, кстати, человек, о котором я уже сказал, исполнительный директор ассоциации, 29-го числа он подписал. Забавно, да, 29-го у них правление прошло, подписано. Они даже с датами, они вот фальсифицируют. Я не знаю, может быть, я вам сейчас покажу. Да, давайте я покажу, наверное, видео будет длинным. Вы не обижайтесь, пожалуйста, досмотрите до конца, отреагируйте, напишите в комментариях. Вот, посмотрите, я вам показываю сейчас. Так, куда показать? Вот так, да, вы видите число 28-ое. Вот, опять эти махинаторы что-то перепугались, видать, настолько уже меня боятся, да. А вот исполнительный директор Таранов Дмитрий подписывает, вы видите, наверное, да, 29-го. Ой, жулики, жулики, ребят, люблю вас за это, наверное, за вашу вот такую непосредственную ложь, за ваше жульничество. Поэтому, друзья, кто входит в эти ассоциации, смотрите за руками. У этих наперсочников всегда где-то шарик спрятан. Смотрите, ну, и не играйте с ними в их игры. Вот, 29-го, 04-го, 22-го, 28-го они уже повесили на сайт. Ну, вы хоть как-то решитесь, договоритесь, что первая вот бумага по мне была, там тоже, ну, там уже прокололся РосХВЕ. Опять Таранов все писал, потому что человек работает, он и в ассоциации работает, и он в Духовном совете РосХВЕ. То есть он в двух организациях работает, ну, как теленочек сосет двух мамок. И те платят, и те платят, хорошо пристроился. Молодец, молодец, брат Дмитрий Таранов. Вот, отрабатываешь свою денежку. Вот, Мацулу туда вплел. Зачем, я не знаю даже, он только приехал, наверное, мог бы разобраться, что происходит здесь в церкви совсем. Вот, и длинный протокол. Протокол тоже наспех сострятан. Повязка дня была об избрании секретаря, это первое. Второе, об исключении структуры ЦРО, церкви религиозных объединений, религиозных объединений. Я, наверное, все-таки выставлю, чтобы был этот документ, вы смогли с ним ознакомиться. Никаких религиозных объединений они больше не исключали. А все касалось не религиозного объединения, а меня, епископа Амберта Раткина, которого они вот обвинили в том, что я нашу же церковь, свою церковь, вывел из состава ассоциаций. Я думаю, что у них проблемы, потому что они, ну, вот, движимы ненавистью, поэтому не думают, поэтому не знают, что происходит, как происходит. Вот, после того, как наша церковь перерегистрировалась, мы убрали из устава вхождение в централизованную. Сегодня опять повторю, законом это не требуется. Пастыри, братья, епископа, никому не требуется входить в русского рьяка. Пока еще не поздно, как говорю, ну, есть желание выходить. Ни в церкви не надо входить, ни в какое ЦРО. Вот, давайте строить отношения не структуры. Вот тезис, который я выдвигаю везде и всюду. У них структура, а у нас культура. У нас евангельская культура. Мы с вами имеем намного более моральную позицию. Не структуру, а культуру. Культуру Евангелия, культуру Христа, культуру любви. А не вот это, вот, знаете, как пирамидально. Что начальник сказал сверху, то так и будет. Вот, ну, это вот такие мелочи приятные, которые вот показывают они себе об исключении из ассоциации. И тут пошло. Выступил Таранов, который сообщил, что согласно выписке, там, Раткин с 25 февраля. Да, мы в январе, мы шаг за шагом делаем это все, подали документы. Немножко хочу рассказать вам о церкви в Кондрово. Или, вернее, о том, что то малое осталось, вот, как и во многих маленьких местах, которых я говорю с болью, что церкви вымирают, просто умирают. Маленькие, небольшие уже, вот. В 99-м году я перерегистрировал нашу церковь. После этого, после этого я перерегистрировал церковь в Кондрово и в Таруси. Тоже наши церкви. В Таруси мы начинали в 90-м, начале 91-92-й год. Моя жена ездила, проповедовала. Потом мы провели фестиваль. Два года с лишним я ездил, ночевал, вел церковь, развивал ее. Поставили потом другого, прислал тоже из нашей церкви пастыря. Вот. Церковь выросла до 100 человек. Потом мы еще одного человека поставили, который сейчас в их структуре как раз. Церковь в Таруси полностью развалилась. Там был финансовый скандал. Вот. Я приехал с проверкой, попросил бухгалтера, попросил помощника пастора в Таруси. Вот. И они, к сожалению, мне сообщили, что пастор забирал все деньги. То есть все эти годы он забирал все деньги. Жил на них. То есть воровал полностью. Мы собрали пресвитерский совет у себя в церкви. Попытались вразумить, сказать. Ну, сказали, что твое воровство, оно дальше пойдет. Ну, его поддержали. Опять же, ассоциация. Потому что деньги нужны даже с такой маленькой церкви. Вот. Чтобы он возил им деньги туда. Он ушел. Они помогли внести раскол в нашу церковь. Приезжал Олег Попов сюда. Собирал. Клеветал на меня. Рассказывал там, что ему Мацулла там что-то рассказал. Я не знаю, зачем все эти сплетни. Но вот так вышло. Человек пятнадцатым. Они вышли. Из церкви. Возбужденные. С ненавистью. Со злостью. Со всякой. С проклятиями. И пошли за этим человеком. Который долгие годы воровал деньги в церкви. Потому что и помощник, и бухгалтер ушли. Они оставили. Они ушли из его второской церкви. И там все развалилось. Больше нет ничего. В Тарусе. Все. Голое место. Теперь здесь подвизается. Кого найдет. С кого можно деньги собрать. С тех забирает. Две церкви тогда нам отказалась юстиция. Сразу после регистрации Калужской церкви. Два аналогичных устава мы предоставили. И юстиция почему-то прям отказалась регистрировать их. Я пошел тогда к начальнику управления юстиции. Генералу. Показываю наш устав зарегистрированный. И два других. Кондровский и Тарусский. Я говорю. Как это можно понимать? Мы зарегистрированы. А эти два устава перечеркнуты прям. Все. И она тут же прям вызывает при мне специалиста. Женщину, которая занималась регистрацией. Не спрашиваю. Ничего. Просто сказал зарегистрировать. И нас буквально в пару дней зарегистрировали. Я ходил, регистрировал эти церкви. В Тарусе церкви, в которой они сейчас украли. Это Божья церковь. И мы отвечать перед ним. И развалили. И церковь вымерла. В Кондрово. Вот по такому этажу они пошли. Действительно. Там был пастором Сергей Бульбенцов. Долгое время. Хороший брат. Вот я только с ним встречался. Сейчас он мне рассказал, что как раз накануне позвонил Таранов и узнал. Говорит. Я сказал. И Сергей говорит. Пастор. Честно скажу. Я не хочу участвовать во всей этой грязи с ними. Вот. Я им сказал, что наша церковь маленькая. Небольшая уже на уровне домашней группы. Вот. Что возрастная. Люди умирают в основном. Уже несколько человек всего осталось. Вот. Сергей был пастором до 2011 года. Бульбенцов. Формально мы не меняли ничего. Но вот в 2011 году, в 2011 году, вот почти 11-12 лет назад, он приехал ко мне и говорит. Епископ. Все. Пастор. Я не могу в силу определенных причин. Он рассказал. Они с женой были. Мы посидели. Он говорит. Ну. Только не бросайте церковь. Кого-то нам пошлите. Я ездил. Других людей посылали. У нас миссионеров посылали. Это недалеко от Калуги. Небольшой. Небольшой. Небольшой город Кондрово. Вот. И все годы эти мы вели. И потом мы послали. Вот сейчас миссионер уже какое-то продолжительное время ездит. Все документы с этого момента были у нас. Здесь в Калуге. Мы отчитывались по всем фондам. Мы платили все, что нужно платить нашей церкви. Да. Еще мы платили взнос в Ассоциацию Церкви Веры. Это очень интересная история. Я, наверное, сейчас найду нужные мне. Нужные мне, нужные мне. Вот они фотографии. Я сейчас найду. А, да. Как платятся взносы? Они не добровольные. Они обязательные. Есть таблица, по которой должны платить все взносы. Да. Вот я ее сейчас расширю и покажу вам. То же правление, оно голосует единогласно, как всегда. Вот. И есть определенная схема. Вот. Как платить? Ассоциация просит не указывать в реквизитах, что это обязательный платеж за членство. Они постоянно говорят, что, пожалуйста, пишите как добровольное пожертвование и пересылайте на карту. Я искал деньги постоянно, и мы пересылали на карту. У нас есть эти карты. Вот в течение всех этих 11 лет я платил за эту церковь, потому что церковь небольшая. Я скажу вам об этом. Вот таблица, я по ней потом следующее видео запишу, расскажу, как идет это финансирование, как идут эти требования все. Вот таблица эта. И вот верхняя строка, наверное, сейчас я посмотрю. Да, где она там, верхняя, да. От 50 до 100, а, до 50. До 50 членов они платят 585 рублей в месяц. Это 6 с лишним тысяч в год. И каждый месяц надо платить или тебя выкинут из этой ассоциации. Удалят за то, что ты не платил эти якобы добровольные обязательные взносы. А вот Сергей передал мне церковь, все документы, все эти годы я ходил, везде отчитывался, везде подавал все документы. Постоянно, постоянно все, все эти. Я и был пастором фактическом этой церкви, который посылал, посылал кого-то. Мы решили перерегистрироваться, убрали из устава Кондровской церкви, что она не входит больше в ассоциацию. Прошли перерегистрацию, получили документы, где действительно я уже как старший пастор фигурирую. Теперь, что касается самой церкви, что касается церкви прославления города Кондровых, которая никакого отношения к ассоциации не имеет, вообще никакого. Вернее, как имеет, она деньги собирает. И когда в ковидный год я написал письмо от этой церкви, попросил, чтобы, ну, год тяжелый, люди без работ, без всего, попросил, чтобы дали такую отсрочку на год, не платить. Они отказали, сказали, связывайтесь с Мартюничем. Сергей у них решал по этим делам, убеждает, что надо платить, что ассоциация столько работы делает, столько помогает. Сергей Бубенцов. Мне очень печально, что они вот разыгрывают эту карту. Сергей недавно пережил инсульт. Его чудом спасли. Вот сейчас недавно он лежал в больнице опять. Я звонил ему в больницу, сейчас был дома у него, он чувствует себя лучше, у него давление скакало там по 200 с лишним. Вот. И они специально делают, ну, как, я думаю, а может быть и не специально, они просто не знают ничего ни о людях, ни о церквях, ни о том, что там происходит. Вот. То, что он переживает, то, что он пережил, вот это вот. Вот. Ему нельзя волноваться. И он не хочет во всей этой грязи участвовать, вот, в поливании моего доброго имени. Вот. Я часто не бываю в своих церквях, стараюсь один или два раза в году посетить все церкви, которые близки мне. Стараюсь, постараюсь, а знают, ждут всегда, и церкви ждут. Вот. Обычно проводим причастия. Ну, вот так движемся. Да. В Кондрово осталось пять человек плюс наш миссионер. Пять человек. И я захватил там эту церковь, да, совершил рейдерский захват, да, Сергей, его жена Светлана. А он вот пережил вот это. Знаете, они добивают его, наверное, как всякие человекоубийцы. Вот они звонят, нервничают, и чтобы он больше переживал. Вот. Почему нам не сказали? Да потому что все эти годы мы вели все документации, мы назначали все, 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 все. Вот. И последний разговор у нас был, когда мы перерегистрацию проходили, мы хотели зарегистрировать на адрес Сергея. Все-таки то, что вот перерегистрацию, это, ну, он говорит, нет, я не могу уже, не надо на квартиру. Вот поэтому все было по-другому. Вот. В церкви вот он, его жена, его мама, женщина-пенсионерка преклонного возраста, его теща и его родная тетя, сестра матерей одной. Пять человек, и один человек ездит из Калуги. Все. Все. Вот весь рейдерский захват, вот все похищения. Я езжу периодически туда, на похоронах бываю, когда кто-то уходит в вечность, я провожу, и не только я, но и наши служители из Калуги. Вот. Вот такая история, и вот за эту историю, что я якобы там что-то, я захватил, я перехватил. Я читаю их вот опусы, которые составлял Таранов, да, в ходе установления подробностей данной ситуации, как один канал, телеграм-канал, я протестант. Ребят, спасибо, выставили, говорят, это вообще уже Санта-Барбара, это действительно ни в какие рамки не лезет. Во что вы опускаетесь уже, а? Ну, ну, просто весь мир же видит вас уже. Ну, я думаю, что там уже не стыдно ничего. Выяснилось, что никто из прихожан и служителей церкви прославления города Кондрово. Вот, да, вчитайте, служителей. Каких? Миссионера, которого мы с Калуги посылаем? Я, как пастор, который там, Сергей в одиннадцатом году все передал мне. В связи с тем, что Раткин, я читаю этот опус, стал руководителем организации, входящей в структуру ассоциации, вопреки решению Духовного Совета. Ассоциация вправе применить в отношении Раткина церковное изыскание. Ребят, еще раз говорю, церковь прославления Кондрово не входит в вашу ассоциацию. Никаким боком. Никаким, абсолютно. Вот по слогам могу сказать. Ни-ка-ким. От слова, вот, вот, никаким. Ну, другого я не нахожу. И потом, вот, на основании вышеизложенного. Вот, 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 читайте их слог, как и биский. И в соответствии с каноническими правилами от церковных изысканий. Росхавае опять. Причем здесь ассоциации и какие-то правила Росхавае. Но вы или одно, или второе, знаете, как, крестик или трусы. Или вы от себя говорите полностью, от ассоциаций. Или о каких-то там правилах вашего союза, куда я тоже не ухожу. Чего и вам желаю, конечно. Потому что без вас, без 230 или больше голосов, союз рассыпется. Никого там нету больше. Но есть еще несколько организаций, там по 100 человек. Все. Риховский же, как говорил Иван Петрович Федотов, часто мне повторял. Говорит, Сережа, это генерал без армии. У него ничего нету. За ним никто не стоит. И все вот эта дутая структура, это все на вас. На ваших деньгах. На вашем труде. На ваших людях. Вот на чем все это стоит. Ну и тут пять пунктов они, пять пунктов они написали. Как настоящие, вот янычары Сергея Риховского. Казнить там и фактическое несоответствие. Исключить из состава ассоциаций. Как вы можете исключить, если я туда не вхожу? Как вы можете исключить уже? Она вышла. Ваше разрешение не требуется. У нас отношения с государством. В юстиции все знают. А в налоговой знают, что мы вышли. Мы поставили в известность. Все. Ну и руки бы дошли, и вас поставили в известность. Но приходится записывать эти. Оказать всю необходимую юридическую помощь. И все остальное. Порекомендовать Раткину добровольно вернуть руководство. С какого года? С 2011 года руководство вернуть добровольно. Что я несу, что пастор приехал с женой. И попросили все. Пастор, епископ, ведите церковь. Присылайте, не оставляйте нас. Что я и делал, чем я и занимался. Рекомендовать. Обратиться в компетентные органы. Ребят, ну это за шква оружия. Я вот долго не верил, что вы можете быть стукачами. Но вы пишите по указке. Мы знаем кого? Сотрудника ФСБ, который работает в офисе РосХВЕ. Он вам помогает составлять? Не знаю. А может быть и не помогает. Может вы уже знаете, чтобы выслужиться пишите все эти бумажки. Все эти доносы, донесения. Но даже в советское время, по-моему, такого стукачества не было. Слушайте, вы мне угрожаете? Мне друзья сказали, очень много пишут. Говорят, епископ Альер, такое же было. Сделайте хотя бы символически. Вот как Мартин Лютер порвал папскую буллу на его отлучение. Вы знаете, я тоже распечатал ваше отлучение. И я хочу прямо здесь порвать ваши все эти глупые бумажки. Вот просто выкинуть их. И сказать, что я не боюсь вас. Я просто вас не боюсь. Я люблю, я молюсь за ваши погибающие души. За вашу ложь, которую вы пишете. Вы скажете, это мелочи, это несостыковки там, там и там. Но дьявол всегда в деталях. И он всегда прячется в них. Обратиться в компетентные государственные органы для выяснения и принятия необходимых мер. Учитывая обнаруженные вопиющие случаи лукавства со стороны Раткина, а также ложь, манипуляции, намеренные искажения фактов и другую разрушительную деятельность в сети интернет. Причем здесь интернет? Причем здесь Кондрово, да? Правление, которое решало об исключении нескольких организаций и моя деятельность в сети интернет. Как я к вам соотношусь? Я не вхожу никуда. Мы трудимся сейчас с братьями. Все больше и больше подсоединяются к Национальному евангельскому альянсу. Это структура. Это не структура даже, знаете. Это другие отношения. Ребят, вам этого не понять. Это отношения, основанные на культуре, на братстве. Не на интересах. Вот вам сказали Раткина давить, вы бегаете, вы выслуживаетесь. У вас интересы свои шкурные, вы боитесь деньги потерять. Знаете, мне начали поступать угрозы сейчас тоже из интернета. Мы покажем вам. Там используют мои персональные данные. Я все думал, откуда они. И вдруг вот пришло. Вот он, Дмитрий Таранов. Он рассылает везде. Там и адрес мой дали, и телефон. И уже песня записали. И в нацисты меня записали из-за моей позиции по отношению к войне, к Украине, к другим событиям, которые происходят в РОСХВЕ. Вы повесили мне мишень на спину. Теперь вот дали все мои данные. Спасибо, Дмитрий Таранов, ты хорошо отрабатываешь свой хлеб. Вы повесили мишень на спину моей жены, моих детей. Когда опубликовали все данные мои личные, персональные, мою прописку, мои телефоны, еще много всего. У меня все сложилось в один пазл. Я понял, ребят, кто вы и что вы. Думаете, я вас боюсь? Думаете, мы вас боимся, моя семья боится. Думаете, угрозами вы закройте мне рот, и я буду молчать. Я буду проповедовать Евангелие, так, как я его вижу, так, как я его понимаю. Я буду говорить на разные темы и призывать Церковь Христову, не вашу Церковь, где вы куловодите, а Церковь Христову, к тому, чтобы люди думали, имели критическое мышление, слушая, слышали, понимали, что говорит пастор, к чему он говорит. Я имею в виду все богослужения, которые проходят везде. Вы думаете напугать меня этой мишенью, что я замолчу там? Что вы следующее сделаете? Подошлете кого-то, чтобы меня избили? Мне что? Я вот себе вырезал сейчас две звезды. Мне повесить звезду себе, чтобы все видели, кто я и что я, да? Ой, это шестигранная. Вы знаете, у нас в Калуге было гетто. Единственное гетто в Европе, освобожденное нашей армией в Великую Отечественную войну в 1941 году. И в Калужском гетто была пятиконечная звезда. Может, мне как калужанин наносить на груди, чтобы сразу находили меня? Не по вашим подсказкам, не по вашим там значкам. Я хочу сказать вам, я вас не боюсь. А все, что вы делаете, знаете, что я вам скажу? Когда вы начинаете угрожать мне, моей семье, вы нелюди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!